Человеку хочется, чтобы каждый его последующий день был лучше предыдущего. И тут человек сталкивается с опытом всех, кто жил до него. Есть какая-то горка жизни, и дальше жизнь должна только ухудшаться. Это кризис середины жизни. Как только мы вводим туда ритмовремя, мы можем прекратить эти процессы. Но для этого нужно очень правильно встраивать время. Когда человек попадает во время, ведущим у него становится суть. Поэтому все остальное, тело, имя, эго-я, постепенно-постепенно должны перевернуться и оказаться тоже во времени. Суть всегда дает человеку гораздо лучшую жизнь, чем он сам на нее рассчитывал. Поэтому попавший во время, пропитанный временем, начинает испытывать желание. И это вот интересное желание, если задуматься. То есть человеку хочется, чтобы каждый его последующий день был лучше предыдущего. И человеку, естественно, хочется, чтобы и он сам, предыдущий, был хуже себя последующего. То есть человек, когда настраивается на жизнь во времени, он считает, что с каждым днем он должен хорошеть. И жизнь вокруг него тоже должна преображаться и хорошеть. И тут человек сталкивается с опытом всех, кто жил до него. И этот опыт говорит прямо обратное. Что есть какая-то горка жизни, на которой ты достигаешь наивысших результатов. И дальше жизнь должна только ухудшаться. То есть с этой своей горочки ты должен дальше спускаться с этого возраста. И люди, бывалые люди, настаивают, что каждый твой последующий день будет слабее предыдущего. И ты каждый последующий день будешь хуже себя предыдущего. И вот здесь нам очень не хочется с этим соглашаться. Вот никак не хочется. Потому что все равно сначала, во время молодости, во время взросления, все равно что-то вокруг менялось. И стремились к своей звезде. Наконец, достигли этой звезды. И стало понятно, что теперь ничего не осталось, как только мыслить, вспоминать, жить своей памятью. И четко знать, что каждый твой последующий день ты будешь медленнее себя предыдущего. Потому что уйдут те энергопосылы, те порывы, которые тебе давали право бегать, прыгать, смеяться, кувыркаться. И вдруг это уже не получается. Ну и все говорят, нормальная причина, что вы хотели. Это физиология. Это обычная жизнь. Дальше. Когда хотелось ждать, и каждый день ожидание чуда. То, что бывает только в детстве. Человек проснулся, и он ждет чуда. Затем в юности тоже встреча с самыми лучшими людьми. И всегда кажется, что лучшие люди еще не встречены тобой. И самые лучшие друзья, и самые лучшие отношения. У тебя все впереди. И вот эта инерция впереди, впереди, впереди. И вдруг она заканчивается. И человек начинает испытывать жесткое разочарование во всем происходящем. Это называется кризисом жизни. Это кризис середины жизни. Когда все, нужно или смириться с тем, что тебе придется довольствоваться малым. И отныне привыкай просто к своему существованию. Привыкай к тому, что ты не будешь так быстро, скор. Ты не будешь настолько влиятельен в своем будущем. Ты не будешь увеличивать масштабы своей жизни. Все пойдет как бы на обыль. И в обычном мире это так и есть. То есть до какой-то середины жизни человек дорастает. Затем он должен плавно, 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 плавно стареть и умирать. И все. Это и есть жизнь. Сейчас мы переворачиваемся. Мы находимся во времени. И все эти точки, все зоны смещаются. А желания, знаете, у каждого человека не остаются до конца жизни. Каждый человек уже в самом конце жизни, даже самый старый человек считает, что он это может. Потому что в памяти своей он это когда-то мог. Он с удовольствием об этом рассказывает. Что когда-то, допустим, я мог делать фляты. Когда-то я мог делать шпагаты. Когда-то я мог подпрыгивать и прыгать откуда угодно. И я не боялся за хрупкость или упругость своих ног. Но что когда-то я влюблялся. И постепенно, постепенно это когда-то все вытягивается из памяти. И человек только этим живет. И получается, что тем самым вот с этой горки жизни он всю свою оставшуюся жизнь перебрасывает в память. И у него получается как бы двойное проживание одной и той же экспоненты. Это проживание заключается в следующем. Что сначала ты это все жил-жил-жил-жил-жил. Потом ты начинаешь это вспоминать, вспоминать, вспоминать. Получается такая очень грустная картина. Очень грустная картина обычной жизни. Но это судьба. И от нее никуда не деться. Это судьба, которая подсвечена кармой. Потому что так было всегда. Так будет всегда, если. И вот на этом если, и мне бы хотелось бы остановиться. Если мы сейчас не введем туда ритмовремя. Как только мы вводим туда ритмовремя, мы можем прекратить эти процессы. Нам не нужно будет тот конечек жизни, который у нас увидал и был направлен вниз, перебрасывать только в память. Мы этот кусочек жизни, благодаря знанию ритмовремени, будем перебрасывать наверх. И все-таки постараемся выстроить ту экспоненту, которая дает нам право сказать, сказать, да, мой каждый последующий день будет лучше, интереснее предыдущего. Да, я сам каждый последующий день буду краше себя предыдущего. Буду интереснее, приятнее, подвижнее и так далее. Но для этого нужно очень правильно встраивать время. И предположим, мы берем с вами судьбу любого типичного человека. Все, что его ожидает, я уже рассказала. И сейчас мы берем судьбу ритмолога. Ритмолог сначала, как в зеркальном отображении, все переворачивает. И самый нижний план, вот эта точка, которая для обычного человека являлась пиком достижений, для него является самой нижней фазой. В этой фазе идет соприкосновение, и начинает идти граница, или начинает идти старт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова